С 16 марта, согласно решению Кабинета министров, учреждения и предприятия самоправления внесли коррективы в организацию своей работы. Изменения коснулись и порядка работы учреждений. Очный прием посетителей частично ограничен, но будут организованы удаленные консультации, а в ряде случаев и личный прием по предварительной записи. Департаменты и отделы Думы в основном работают удаленно, но у жителей есть возможность записаться на визит. Образцы всех документов и заявлений размещены на домашней странице Думы даугупилс.лв. В случае, если у вас возникла неясность по поводу того, кому именно следует адресовать заявление для решения вашего вопроса, или какую форму необходимо заполнить, а также по другим вопросам касательно работы Думы, можно обращаться в информационное бюро по телефону. ПЖКХ, Далгупилсу, Денси, Далгупилсил, Томтыкли с 16 марта прекращают точный прием посетителей, включая прием наличных платежей в кассах предприятий. В этот период жителям предлагается максимально использовать возможности получить консультации специалистов удаленно по телефону или электронной почте, а счета за полученные услуги оплачивают через интернет-банк, в кассах магазинов Максима или другим удобным способом. Различные документы и заявления для получения услуг можно подавать в электронном виде, а если это невозможно, высылать их в почту или оставлять в специальных почтовых ящиках, которые размещены у входа в центральные офисы предприятий, центры обслуживания клиентов и домоуправления. ПЖКХ в порядке исключения по предварительной записи будет принимать клиентов, в связи с договорами на аренду муниципальных квартир, а также в связи с выдачей разрешений на парковку. Даугопилский автопарк и Даугопил Сатексмы продолжат непрерывно оказывать услуги пассажироперевозок, максимально соблюдая при этом меры безопасности. Касса на автовокзале работает каждый день с 7 утра до 7 вечера. В отделении ЗАГ жители будут принимать по предварительной записи. Заявление, удостоверенное электронной подписью, можно подавать также через систему latvia.lv или присылать на электронную почту. В социальной службе прием клиентов по живой очереди отменяется. Посещение отдела социальной помощи и пунктов обслуживания клиентов возможно только по предварительной записи. Дневной центр Сатексмы клиентов не принимает. Дневной центр обслуживания лиц с нарушениями умственного характера предоставляет услуги в ограниченном объеме. Бюро надобного обслуживания оказывает услуги, учитывая потребности клиентов, по возможности уменьшая число посещений на дому. Помимо личного приема по записи, клиентам предоставляется возможность получить социальные услуги удаленно. Даугопиская региональная больница пересмотрела работу сотрудников административного аппарата. Никаких дополнительных изменений, которые напрямую коснулись бы пациентов, нет. Больница продолжает оказывать неотложные амбулаторные услуги. Плановые операции происходят, беря во внимание каждый конкретный случай и доступный специалистов. Центральная поликлиника и детский центр здоровья продолжают принимать клиентов по предварительной записи. Дошкольные учебные учреждения, согласно требованиям и распоряжениям кабинета министров, принимают только тех детей, родители которых должны работать очно или не имеют возможности одновременно работать из дома. Дополнительно не будут запрашиваться никакие подтверждения или справки с места работы родителей ребенка. Тем не менее, сотрудники детских садов полагаются на личную ответственность родителей. Независимо от того, сколько детей будет в группе, объединяться группы не будут. Для сотрудников дошкольных учреждений, работающих очно, раз в неделю будут проводить тест на COVID-19. Полная актуальная информация о работе структуры учреждений и самоправления, номерах телефонов и электронных адресах для связи, доступна на домашней странице Думы daugupils.lv. Сюжет подготовила дело общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской Думы.